Привет, мои дорогие, привет, мои любимые, ненаглядные и непослушные. Значит, сегодняшняя тема земляника садовая крупноплодная и не земляника, а земклуника. Это, нет, это не купчиха, это еще более изысканный сортотип, это барыня. Вот она передо мной, вот он этот рядочек замечательный. И речь пойдет не о том, какая она красавица, а есть одно но у земклуники. Земклуника – гибрид между земляникой садовой крупноплодной и дикой, правильно, клубникой. Когда вы говорите, ой, у меня клубника на даче, у вас нет клубники на даче, она вон там на лугах, вон там на горах есть луга, с южной стороны и с восточной огромное количество клубники. Есть миланская, есть какая-то еще, значит, вот с ней и происходит гибридизация, то есть скрещивается все это пыльцой. И получаются вот такие замечательные земляники, земклуники, правильно, которые не болеют практически многими болезнями, дают отменный урожай, выдерживают всевозможное переохлаждение и температурные катаклизмы. Но, вот но есть, послушайте, земляника – это однодомное растение, у нее все в одном цветочке, и пестики, и тычинки, пыльца с пестиков на тычинке, и получилась ягодка. А у клубники, которая вон там, у нее на одном растении мальчики, и там что? Правильно, там находятся, не соврать бы, по-моему, это все-таки пыльца. А на девочках находятся тычинки. Нужен ветерок, нужны пчелки, нужны шмели, чтобы перенести пыльцу на пестики, и, естественно, да, я там оговорилась не тычинки, а пестики, и чтобы ягодка завязалась. Так вот, когда вот эта красавица, вдруг по какой-то причине у нее вот этот гибрид распадается, расщепляется, как говорят ученые, это происходит иногда из-за таких вот погодных катаклизм, например, или из-за того, что мы неумело пользуемся минеральными добавками, которые ей крайне необходимы. Да, и получается, что от усов начинают расти кто? Правильно, и мальчики, и девочки отдельно, потому что она из двух растений состоит, однодомного и двудомного, а эти растения из разных видов. Это вам не одно и то же, не земляничное вид какого-то растения. Это земляника, а это клубника. Разные виды. Так вот, почему начала речь об этом? Посмотрите, огромные листья, огромные. Вот если это мальчики, вы сразу их узнаете. Очень высокие кусты, очень большие листья, очень крупные цветы, которые не завяжут ягод. Поэтому их не надо скашивать все подряд, да. Выберите, посмотрите, сколько у вас девочек. Девочки более низкие, цветочки более мелкие, ягодки завязывают. Значит, вам нужен один мальчик на 15 девочек, ну, женского рода растения. Я надеюсь, что вы меня услышали, когда вам на рынке начинают мозг выносить и говорить, что ой, у меня-то вот только женские растения, вот от первой розетки фигня, это все на постном масле. Первая розетка, вторая розетка. А если это гибрид, и он, да, расщепился, тогда неважно, первая розетка или вторая. У нормальной ягоды, которая однодомная, просто земляники садовой, обыкновенный, не земклуники, не гибрид, который скрещен, у нее и первая розетка, и вторая, и третья, и четвертая, и пятнадцатая. Будет точно такая же, как материнское растение. Единственное, в чем будет разница, и это не разница даже, ну, конечно, первая розетка гораздо мощнее, чем пятнадцатая. Что тут непонятного-то? Но если вы хотите себе правильно подрастить растение, ну, научу, тоже не проблема. И все пятнадцать будут расти и плодоносить. Ну, вот на этом, я надеюсь, что вы поняли, о чем шла речь. На этом я хочу закончить. А пока всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин